я вам хотел сегодня рассказать пару историй вообще за продажу автомобилей вот реально заметил то что на стране это отличается кардинально чем в каких-то других странах я привозил автомобиль своим хорошим друзьям они им попользовались поездили некоторое время они много чего там сделали там не поменяли ремни ролики ну короче они следили хорошо за автомобилем автомобиль был целый не битый не крашеный хороший автомобиль они им попользовались и ну так сложились обстоятельства они захотели его продать так как они работают совершенно в другой сфере и с продажами абсолютно не связаны то есть они занимаются своим делом и у них такое правило и они также по жизни как бы идут с тем что каждый должен делать свою работу они мне позвонили попросили заняться продажи автомобиля им это было бы реально сложнее вот я значит добавил машину в объявление начали звонки все звонили там периодически а то а все там ну большинство так чисто пообщаться поговорить по торговаться по телефону не а ну что же зрозумито я как бы тысячами торговать ну блин она там принципе на ней цена не сама последняя стоит на ней я думаю адекватная цена стоит для цього стану и для как бы что они зроблено 8500 там у вас да стоит ну да за 8500 ну 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 с торгом ну я скажу ну по телефону якось ну не дуги автомобиль был зарегистрирован на девушку они объявлений никаких не давали абсолютно и никуда и тут мне звонит хозяйка этой машины говорит олег слушай а тут такая фигня мне говорит звонит какой-то мужик и начинает расспрашивать за машину лицо мне ему ответить я так как бы знаешь меня чуть-чуть удивило то что я какой мужик тебе звонит говорю объявлен на мой номер но мне как бы должны звонить он говорит я не знаю а ты спросила рет куда он взял номер он говорит он не признается ну как бы я так знаю что ну мало ли всякое бывает и когда мы поговорили с ней да я такой сел подумал и я нашел как это могло произойти с помощью некоторых приложений я нашел этого человека нашел на фейсбуке и у него да у него в друзьях там половина людей которые работают в мвд в министерстве юстиции он на сайте автория нашел номер автомобиля по номеру автомобиля через своих каких-то там каналы данные там базы нашел владельца автомобиля и нашел номер ее и позвонил прямо владельцу первый раз он позвонил с открытого номера потом он начал еще скрывать номер то есть у человека есть какие-то каналы там по поводу там по пробивать или кум в райотделе или еще чего-то он просто говорит слушай а ты мне можешь пробить машинку вот по номеру кто-то рида окей вот он пробивает дает информацию он звонит человеку владельцу автомобиля и начинает вопрос задолбывать вот этими своими тупорылыми вопросами почему вы продаете а как вы торгуетесь она говорит я этот автомобиль дала человеку который занимается продажей вот его номер вы ему звоните тут понимаете у меня взбесило еще то что сам человек звонит в какого-то там левого номера он знает твой номер узнает твой адрес узнает твой автомобиль даже если так произойдет что ты ну это я так моделирую одну из ситуаций это реально может такое быть что человек продал автомобиль это знает что он его продал и там через два часа к тебе приедут какие-то ребята просто набьют тебе кабину заберут деньги и при этом всем сам автория он как бы стимулирует к тому чтобы люди давали больше информации то есть такие как вин код там дополнительные номера телефонов номер автомобиля из этого же получается сам человек который продает автомобиль по сути как бы страдает до страдает в плане того чтобы нему там может позвонить какой-то васенька левый у которого есть доступ какую-то базу или у которого есть какие-то там выходы на пробить номер пробить адрес и так далее вот и все интересно еще вас спросить вот какую информацию вы оставляете при продаже автомобиля или какой руководствуетесь как вы это делаете может быть у кого-то были какие-то такие стрёмные ситуации расскажи нам ситуация как раз таки была у меня с закрытым номером я привез автомобиль и я его растаможил сертифицировал сделал фотографии и выставил объявление я всегда в принципе в большинстве случаев я реально зарисовываю номера то есть я зарисовал номер дал объявление и буквально через час мне приходит на mail письмо что ваше объявление отклонено но удалено по причине ну как бы я удивился думаю по какой причине причина была такова что авто они объясняют тем что из-за того что у меня зарисован номер и они подумали что автомобиль находится за границей ты что я очень не привоза типа спи это фотографии там на каком-то левом сайте забросил на авторе и типа как бы для того чтобы привести этот автомобиль для клиента но это было реально не так автомобиля фотографировал в киеве и я им позвонил я позвонил менеджеру говорю а что за бред я вот сделал фотографии вам же видно там плакаты метро днепр он мне у него был такой ответ что понимаете сейчас технологии такие фотошоп и все такое то все можно приделаю хорошо как мне как как решить этот вопрос он сделал мне предложил таким образом то есть ну вот сами вдумайтесь что я должен взять альбомный листок формата а4 фломастером там написать для автория спуститься с этим листком к автомобилю взять таможенную декларацию и на фоне авто сделать фотографию то есть положить вот этот вот листок положить таможенную декларацию рядом и на фоне автомобиля с открытыми номерами сделать фотографию ну как бы да поняли да в чем момент я рюс послушайте кому я буду сбрасывать и для чего это делается вы там личные данные там суммы там адреса зачем он и вредно у нас такие правила мирит если вы не хотите значит мы не будем размещать ваше объявление меня это реально взбесило хорошо каким образом это можно обойти он горит никаким вот только так и я реально пошел сделал это то есть я отправил ему на почту письмо я ему отправил тут все что он просил и реально даже прикреплю скрин как это выглядело и дам фотографии вы сами увидите когда я отправил письмо они добавили его по новой меня реально бесит то что ты платишь деньги людям за объявление 200 гривен и твое об тебя еще должны как какого-то мальчика гонять туда-сюда то есть вот к сравнению в германии самый большой популярный сайт mobile.de на нет там такого бреда понимаете там не распространено вытягивать из людей информацию чтобы доказать что это твой автомобиль или он везен или он растаможен это по моему ну реально бредятина я понимаю что у нас много люди дают липовых объявлений по типу на скринили каких-то там фоток с заграничных сайтов дали под видом что это его автомобиль и типа люди ведутся и звонят я кстати потом следующих видосах еще покажу по поводу вот этих вот липовых объявлений они кстати действительно ну реально сбивают с толку и как и покупателей так и продавцов следите за своей информацией кому вы даете куда вы даете кому вы говорите очень аккуратно продавайте аккуратно покупайте аккуратно все подходите к этому с холодной головой смотри нас дальше ставь лайки коменте и всех вам благ и зеленых бумаг пока